Здравствуйте! Очередной выпуск новостей зарубежной недвижимости от Приан будет посвящен Албании, Египту, Греции, Северному Кипру, Черногории. В Албании в начале года почти на треть выросло число иностранных туристов. Едут сюда в основном европейцы. Как следствие, это бум краткосрочной аренды при относительно еще гуманных ценах. Поэтому, кажется, это хорошая возможность для инвесторов. Другое дело, что аренда в стране находится, по сути, в серой зоне. Только по официальной статистике около половины собственников не платят никаких налогов со своих квартир, просто не заявляя о том, что что-то сдается. Но я вас к такой возможности никоим образом не призываю, тем более, что власти Албании все более явно пытаются процесс контролировать. Букинг и Airbnb получили соответствующие предписания. С конца 2024 года они должны будут идентифицировать все объекты посуточной аренды и удерживать 20% с комиссий, полученных от всех незарегистрированных вариантов. Так хотят стимулировать собственников все-таки регистрироваться, то есть уплачивать налоги. К слову, если все делать официально, индивидуальный предприниматель, например, должен платить в Албании 15% от дохода. И еще одна цифра. Самые дорогие албанские варианты под сдачу находятся во Влёре. Максимальная цена в сезон, разумеется, около 100 евро за ночь, а средняя загрузка на курорте – это 15 ночей в месяц. Актуальные предложения по Албании вы найдете в описании. Теперь Египет. Интерес к тамошней недвижимости стремительно вырос в 2023 году, а в начале марта года нынешнего страна пережила финансовый шок. 6 марта местный Центробанк отпустил местную валюту в свободное плавание, одновременно повысив ставку до 27%. И моментально египетский фунт рухнул более чем в полтора раза к доллару и евро. С тех пор он, правда, чуточку подрос, но все равно падение даже приблизительно не отыграл. Для тех, кто не знал, в Египте до марта существовало два курса – реальный, он же серый, и официальный государственный. Ну, официальный, понятно, искусственно зажимался. И, например, обменивать валюту в банках было в этом смысле абсолютно невыгодно. Власти страны периодически, причем даже в этом году, курс опускали. Получалось минус 15-20% за раз. Но вот сейчас вышло совсем радикально. Впрочем, сами египтяне говорят, что для оздоровления рынка недвижимости такой шаг не так уж и плох. И понятно почему. Искусственный курс, он снижал приток долларов и затруднял кредитование стройки и ценообразование. Ведь большинство стройматериалов, где-то около 80%, в Египте привозные. И как оценивать расходы в таких условиях ясно было не до конца. Теперь этой проблемы нет. Есть вопрос, как свободный курс скажется на ценах. Вроде кажется, что никак. Для иностранцев в Египте прайсы всегда писались в долларах и платежи происходили исключительно так. Да и программа гражданства, которую африканская страна сейчас активно продвигает, и все платежи по ней, они официально могут проводиться только в свободно конвертируемой валюте. В стране, особенно на фоне проблем в Красном море, ее отчаянно не хватает. С другой стороны, есть предположение, что девелоперы сейчас слегка, но все-таки снизят и долларовые цены, поскольку формирование прайсов будет более логичным. До настоящего времени их формировали, исходя из завышенного, точнее даже нестабильного курса фунта. Ну и напомню, что ВНЖ в Египте выдается при покупке от 50 тысяч долларов, гражданство при инвестициях от 250 или, если все-таки покупать недвижимость, от 300 тысяч. Продукт хоть и не массовый, но востребованный. Теперь о греческих слухах. Вообще, слухи мы стараемся не комментировать уж больно много в сфере зарубежной недвижимости откровенных фейков. Но вот планы властей Лады – это уж очень острая тема. И сомнений в том, что изменения, о которых говорят, произойдут, практически нет. Речь, конечно, об изменениях в программе «Золотая виза». С лета прошлого года ее получение в Греции обходится минимум в 250 тысяч евро. В самых престижных районах – минимум в 500 тысяч евро. Но последний месяц чуть ли не ежедневно сообщается, что вот-вот пороги будут изменены, то есть увеличены. Вопрос – когда будет это вот-вот? На неделе сразу несколько греческих СМИ часом икса назвали май 2024 года. Правда, вроде как до конца года платить можно будет по старым правилам. Правда, такую возможность получат только те, кто успеет до конца весны заплатить за недвижимость первый взнос. Вопрос второй – какими будут лимиты? Вот здесь определенности больше, хотя финальные решения еще все-таки не приняты. Но не исключено, что их принимают буквально в эти часы. То есть через неделю мы скажем по этому поводу больше и уже официально. Ценовых порогов планируется от двух до четырех. Минимальный – 400 тысяч евро, максимальный – 800 тысяч. Причем в самых востребованных локациях введен будет, разумеется, максимальный. Из приятного – особые условия предлагается сохранить для объектов под реновацию. То есть для тех, кто инвестирует в ремонт старины, который в Греции безусловно хватает. То есть вероятность делают послабление, порог входа сохранят, как сейчас – 250 тысяч. Из негативного – параллельно рассматривается вопрос о запрете сдачи купленной недвижимости в краткосрочную аренду. До 90% обладателей инвестиционного ВНЖ на своей недвижимости зарабатывают, причем сдавая ее именно на короткий срок. В этом вопросе Греция фактически передает привет соседям – Турции и Кипру. Хотя их опыт очень разный. В Турции правила краткосрочной аренды требуют лицензии вообще от любого собственника. Неважно, оформляет этот собственник ВНЖ или нет. Закон вступил в силу в этом году и заработал, по нашим данным, весьма жестко. То есть проверки и штрафы с февраля начались. А вот на Кипре обладатель ПМЖ не имеет права работать по найму и получение дохода от аренды за квартиру формально тоже запрещено. Но все равно все резиденты, кто хочет, сдают свою собственность в серую. Посмотрим, как будет в Греции. Через неделю, максимум через две, уверен, мы снова вернемся к этой теме. Северный Кипр два последних года – особое топ-направление, несмотря на свою непризнанность. Ну, какое до этого дело покупателям, если цены растут, если тепло, если безопасно, да еще находиться тут собственник или арендатор может без ограничений. В пандемию территория была жестко закрыта. До этого цены здесь, конечно, увеличивались, но умеренно. А вот примерно с 2021 года понеслось. Особенно это стало заметно в середине 2022 и начале 2023. Годовой рост в тот период составлял в британских фунтах около 40%. Последние месяцы стало поспокойнее и на рынке аренды тоже. Хотя все тоже относительно. И все равно, цены выросли еще не до средиземноморского уровня. Все-таки непризнанные статусы, понятные связанные с этим ограничения, потенциал северного Кипра снижают. Но квадратный метр тут уже давно стоит больше тысячи евро. Вот оборудованная с техникой 45-метровая студия в Фомагусти. Это сегодня чуть больше 60 тысяч евро. Место, скорее, не туристическое. Центр города рядом с Восточным Средиземноморским университетом. Но в комплексе есть бассейн и до хорошего пляжа меньше километра. И еще раз обращу внимание на площадь. 45 квадратов. Для студии немало, но на Северном Кипре площади вообще приличные. Чтобы убедиться в этом, посмотрите конкретное предложение и вообще варианты на прян и то и другое также по ссылке в описании. Средняя стоимость черногорских новостроек все еще меньше 2000 евро за квадратный метр. Совсем не безумие. Но за год цены выросли почти на 30%. Это данные статистического вермства Монстад. Хотя, несмотря на свои скромные размеры, Черногория это та страна, где средние цифры не говорят вообще ни о чем. Вдали от побережья и на нем цены могут отличаться и даже отличаются по сути на порядок. В общем, хочу пригласить вас в Черногорию. Точнее, на вебинар об элитных проектах, роскошной жизни и новых возможностях на побережье Адриатики. Через неделю, то есть в следующий четверг, 28 марта, со Светланой Томпсон из компании Solent мы обсудим и цены, и процедуру покупки, и вообще покажем всяческую красоту. Участие в вебинаре бесплатное. Ссылка на регистрацию традиционно в описании к этому выпуску, который на этом заканчивается. Я прощаюсь с вами на неделю, желаю всем мира и безопасности. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось наше заучное общение. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. До встречи.